а там дуба вступление дубль 2 мотор привет это атом дуба канала физики сегодня мы с тобой поговорим о природе электрического разряда обильно приправив теоретический материал экспериментами с моим самодельным генератором ван де графа напомню что работает мой генератор за счет вращения непроводящей ленты которая приносит свой заряд на металлический шар потихоньку заряжая его как только на шаре накапливается достаточное напряжение вокруг шара можно наблюдать электрические разряды например молнии могут ударить заземленный электрод расположенный недалеко от шара я раньше этого не говорил но именно природа электрических разрядов определяет максимальное напряжение которое может выдать мой генератор в чем дело поехали разбираться весь сегодняшний рассказ это история о заряженных частицах в воздухе отрицательно заряженный электроны связаны с положительно заряженными ядрами образуя нейтральные атомы и молекулы поэтому электрическое поле практически не действует на них в нормальных условиях в среднем в одном кубическом сантиметре воздуха содержится один свободный не связанный со своим атомом электрон смешно сравнивать с общим количеством атомов в этом же самом объеме а ну и забыл кроме этого в этом же самом объеме содержится в среднем один положительно заряженный и он это атом ну без своего электрона эти свободные электроны и ионы образуются случайно например при достаточно сильных соударениях атомов воздуха как правило с ними не происходит ничего интересного этот ион и электрон в конце концов находят друг друга и связываются друг с другом образуя нейтральный атом немного веселее будет если они окажутся между металлическими электродами под напряжением электрическое поле ускоряет электроны по направлению положительному электроду ионы к отрицательному частицы набирают скорость но тут же теряют ее при соударениях с атомами это все незаметные глазу процессы просто частицы незаметно барахтаясь потихонечку продвигаются к своей цели таким образом воздух слегка проводит ток стоп разве ток может идти через воздух у меня что эти батарейки через воздух разряжаются что ли вообще-то да но очень медленно таким образом наверное батарейка будет триллионы лет разряжаться дело в том что слишком уж мало заряженных частиц в воздухе увеличить проводимость воздуха можно ну например очень сильно увеличив электрическое поле случае двух плоских электродов электрическое поле это просто напряжение между двумя этими электродами деленное на расстояние между ними проще всего увеличить напряженность электрического поля либо сдвинув электроды поближе либо увеличив напряжение между ними чтобы разряд пробил в обычном воздухе нужно достигнуть напряженности электрического поля порядка десятков тысяч вольт на сантиметр. Судя по длине молнии около моего генератора, можно примерно оценить максимальное напряжение на нем. Думаю, оно лежит в интервале 50-100 тысяч вольт. Электрический разряд — это лавинообразный процесс. Находясь в большом электрическом поле, электрон успевает набрать между соударениями приличную скорость. И если этой скорости окажется достаточно, чтобы при соударении с атомом выбить из него электрон, то после первого такого удара свободных электронов будет уже два. Скоро их станет четыре, потом восемь, шестнадцать, и очень быстро воздух окажется хорошо проводящим. Вы, наверное, замечали, что громоотводы всегда делают острыми. Я тоже решил попробовать поднести острый предмет к моему генератору. Пусть это будет иголка. По идее, молния должна в таком случае бить с большего расстояния. Это разумно, ведь электрическое поле будет сконцентрировано около острия иголки, и там должны быть выполнены условия для пробоя даже при меньших напряжениях или больших расстояниях. Но на деле оказалось, что молнии не били в иголку вообще ни с какого расстояния, как бы близко я иголку к шару не подносил. Более того, расположенная на расстоянии 30 сантиметров от шара иголка мешала каким-то образом накапливаться заряду на шаре. В этом случае, если иголку туда поставить, молнии вообще никуда не били. Вот смотрите, молнии бьют в заземленный электрод только если отодвинуть иголку подальше. То же самое происходит, если использовать вместо иголки чуть менее острый предмет, палец. Только в случае пальца было слышно какой-то слабый треск с конца пальца, и можно было почувствовать легкое пощипывание. Ну, вернее, в случае пальца молния все-таки била, но с очень маленького расстояния, ну, примерно полсантиметра. Похоже, что какие-то незаметные глазу разряды все-таки имеют здесь место быть. Чтобы их разглядеть, пришлось ночью выключить в комнате свет, закрыть окна фольгой и посмотреть на генератор в полной темноте. И я вам скажу, это было просто потрясающе. Оказывается, столько интересного до этого было скрыто от моих глаз, я об этом даже не догадывался. К сожалению, обычная камера не в состоянии разглядеть это шоу. Поэтому огромное спасибо Диме Колесникову, который помог мне снять это представление в темноте с помощью светочувствительной камеры. Даже не видно. Вот, сейчас супер видно. Даже твою бошку немножко. Даже что? Бошку. Ну что, ты честно, да? Да. Бой, не отнимай, у меня молнии. Надо сказать, что молнии, которые я видел до этого, в темноте оказываются ослепительными вспышками. Все остальные же разряды, которые я вам покажу, при свете дня не видно вовсе. На конце иголки или пальца в темноте отчетливо видно светящуюся точку. Это так называемый коронный разряд. Светится только та небольшая область, где сконцентрировано электрическое поле. Только там выполнено условие пробоя и только там в воздухе образовываются заряженные частицы. Ионы и электроны. Вне этой области у электронов не хватает скорости, чтобы ионизовывать воздух. Но, тем не менее, между генератором и иголкой есть достаточно большое количество заряженных частиц, вытолкнутых из области коронного разряда. Этим частицам не с кем рекомбинировать, образуя нейтральный атом, поскольку их партнеры противоположного знака ушли из коронного разряда в другом направлении, ну то есть в иголку. Поэтому они просто дрейфуют в сторону генератора тихо и мирно, разряжая его без большой молнии. Между прочим, наблюдают коронные разряды очень давно. Еще несколько столетий назад моряки наблюдали странное свечение в грозовую погоду на верхушках острых мачт своих кораблей. Они называли это явление огнями Святого Эльма. Забавно, да? Получается, острый громоотвод, направленный в небо, не только ловит молнии на себя, но и без лишнего шума снимает заряд, накопившийся в атмосфере. Эксперимент с иголкой очень поучительный. Получается, что любая острая грань около генератора или на генераторе может вызвать ионизацию воздуха и, соответственно, утечку заряда с шара генератора. Я взял шарик для пимпонга, завернул его в фольгу и подвесил на ниточки. Скомканный кусок фольги гораздо менее гладкий, чем поверхность шара. Каждое прикосновение такого шарика с генератором мгновенно приводит к множеству красивых искорок, исходящих из выступающих складок фольги. Именно поэтому поверхность шара генератора следует делать гладкой, иначе заряд будет уходить с этого шара слишком рано, еще при небольших напряжениях. По той же самой причине его обычно делают шариком, а не, например, кубиком. Правда, форма шара тоже не совсем идеальна. Она была бы идеальна, если бы в шаре не надо было делать отверстие, чтобы туда входила лента. В моем случае снизу получается отверстие. На краю отверстия относительно острый выступ, который и ограничивает максимальное напряжение моего генератора. Этот эффект можно было нивелировать, спрятав этот выступ поглубже в шар, изменив его форму, но я не стал заморачиваться. Если долго заряжать мой генератор, не поднося к нему проводящих предметов, то коронные разряды начинают бить из него, в основном как раз из места, где входит лента, ну, либо из стыка двух полусфер, из которых сделан шар. Наблюдение за моим генератором Вандеграфа в темноте привело меня к эффекту, о котором я сам до этого не знал. Дело в том, что я научился заряжать свой генератор как положительным зарядом, так и отрицательным в зависимости от своего желания. И оказывается, коронные разряды могут вести себя по-разному в зависимости от того, каким знаком я зарядил генератор. Если на генераторе плюс, то на моем пальце рядом наводится минус. В этом случае коронный разряд выглядит как светящаяся точка на конце пальца. Если же знак заряда поменять, то почти всегда образуются стримеры. Разряды в виде длинных тонких нитей. Почему так происходит? Я сам до конца еще не разобрался, поэтому читайте умные книжки про газовый разряд. Ну и напоследок маленькая игрушка. Между областью коронного разряда и острием иглы имеет место слабая отталкивающая сила, которую можно использовать, чтобы раскрутить легкий волчок при условии малого трения обось. Малости трения я добился, используя в качестве оси тонкую иголку. Ну и на этом я с тобой прощаюсь. До новых встреч. В конце видео, как всегда, красивые кадры. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!